В 1980 году шокирующая история девочки-курицы была главной темой португальских газет. Она одновременно пугала и притягивала своей дикостью. Никто не мог поверить, что подобное вообще могло произойти. Мария Изабель Досантос родилась 6 июня 1970 года на маленькой небогатой ферме в деревне Табуа. У ее матери были психические отклонения, что позже подтвердили врачи. Когда Марии Изабель исполнилось всего год, мать отнесла девочку в курятник и бросила там на произвол судьбы. Но самое шокирующее даже не это. Сейчас дом, где жила семья девочки полностью разрушен. Последующие 9 лет девочка провела в окружении кур, питаясь зерном, листьями, капустой и другими объедками, которыми семья кормила скот. Мать отказалась считать девочку не только членом своей семьи, но и вообще человеком. Другие родственники делали вид, что ничего не происходит. Старшие братья Мария и Изабель росли обычными детьми. Мать заботилась о них и любила их. Они посещали школу и играли с другими детьми. При этом все местные жители знали о том, что в курятнике семьи Досантос живет девочка. Но никого это не волновало, никто даже и не думал, чтобы помочь этому ребенку. И никто не осуждал эту семью. Маленькая надежда для Марии и Изабель появилась, когда в 1976 году одна из ее теток пожаловалась на родителей девочки и хотела, чтобы ребенка осмотрел врач. Девочку действительно показали врачам и те признали ее тяжелым инвалидом. Но дальнейшая судьба ребенка снова никого не волновала. Тете не удалось найти для девочки место в психбольнице, обычные больницы отказались ее брать и девочку вернули в курятник. В 1980 году медсестра Мария Бихао узнала от других медсестер, что в Табуа живет слабоумная девочка, которую держат вместе с курами в сарае. Медсестра была потрясена этим рассказом и решила найти девочку и помочь ей. Медсестра приехала в Табуа, нашла нужный дом и вытащила 10-летнюю Марию Изабель из оточения. Она привела ребенка к себе домой и девочка прожила у медсестры 15 дней. Когда Мария по поведению девочки поняла, что дело очень серьезное, она связалась со столичными журналистами и попросила их помощи. Вскоре все фотографии Марии Изабель были во всех газетах страны. Никто не мог себе представить, как можно было реально выжить в таких условиях. Врачи узнали о девочке еще 4 года назад, но никто ей не мог помочь. Большую роль в дальнейшей судьбе девочки сыграла Мануэла Йонош, первая леди Португалии. С ее помощью девочку привезли в крупнейший реабилитационный центр страны. Врачи центра были шокированы повадками девочки, она была умственно неразвитой, но с большой точностью копировала поведение кур. Мария Изабель выглядела глубоко замкнутой, ушедшей в себя и никто никогда не видел ее слез. И она постоянно двигалась, как курица. Она вставала, делала пару шагов и приседала, при этом шевелила согнутыми руками, как будто это крылья. Девочка совершенно не говорила, лишь издавала какой-то хохочущий звук время от времени, когда хотела прилечь чье-то внимание. Она не просто провела все детство с курами, она при этом совершенно не имела контактов с людьми. Хотя ее мать и братья ежедневно приходили в курятник покормить кур и собрать яйца. Также из-за плохого питания практически одним зерном у Марии Изабель были проблемы с ростом, она казалась на вид не 10-летним ребенком, а от силы 5-летним. А ее умственное развитие не превышало развитие двухлетнего ребенка. Множество врачей и психологов работали с Марией Изабель, но даже спустя 10 лет реабилитации она не научилась говорить и все свои эмоции выражала жестами. И она все еще продолжала делать мелкие куриные шаги и хлопать руками. Лишь в возрасте 27 лет она научилась ходить нормально на небольшие расстояния, а также научилась пользоваться стулом, как обычные люди, не залезая на него с ногами. Постоянно работающий с Марией Изабель психолог считает свою пациентку достаточно умной, так как она теперь может хотя бы жестами показать, чего она хочет, а чего не хочет. Недавно Марии Изабель исполнилось 48 лет. Многие журналисты мечтают встретиться с ней, но врачи тщательно укрывают ее от прессы. Женщина живет в медицинском учреждении Фатиме. К сожалению, она до сих пор не научилась говорить.